АвтоВАЗ ушёл в плановый корпоративный отпуск. Отдыхать российский автогигант планирует ровно три недели – с 27 июля по 16 августа. Помимо главной производственной площадки, на летние каникулы уходят заводы «Лада-Ижевск», где делают «Весту», и «Лада-Запад-Тольятти», где собирают «Ниву». При этом пресс-служба автогиганта уверяет, что компанией подготовлен достаточный запас автомобилей, чтобы у дилеров не возникло дефицита. За время летней паузы специальные бригады займутся ремонтом и модернизацией оборудования. Перед уходом на каникулы представитель «АвтоВАЗа» успел прокомментировать проект нового внедорожника на базе классической «Нивы». Напомним, на прошлой неделе инженер российского происхождения Юрий Постников заявил, что готов наладить в Германии мелкосерийное производство нового вездехода, основой которому послужат агрегаты от «Лады 4х4». Сама идея возникла на фоне фактического побега «Лады» из Европы. Притом больше всего местные дилеры огорчились прекращению поставок старой «Нивы». Этот уход вызван не только введением экологических норм Евро-6Д. Вдобавок Еврокомиссия установила средние выбросы углекислого газа для модельного ряда каждой марки. Не имея ни гибридов, ни электромобилей, «АвтоВАЗ» не смог выполнить норматив в 95 граммов СО2 на километр. Задумку Юрия Постникова вернуть «Ниву» европейцам поддержали весьма авторитетные люди — это Владимир Ярцев, Антон Губа, Александр Романов и Владимир Петров. Так, за Антоном Губой стоит компания «СуперАвто», известная переделкой автомобилей «Лада». Именно «СуперАвто» бросит в общий котёл наработки по проекту «Аскет» — это каркасно-панельный внедорожник на агрегатах «Нивы». Предполагается, что машины получат более качественные комплектующие, нежели автомобили из Тольятти. Местом сборки выбран немецкий «Магдебург». В свою очередь «АвтоВАЗ» подтвердил, что «Лада» больше не присутствует на рынке ЕС. При этом российский автогигант пригрозил проекту судебными исками, заявив, что компания не заинтересована ни в каком локальном сборочном проекте. Так, в случае нарушения третьими лицами прав интеллектуальной собственности «АвтоВАЗ» готов принять меры, включая при необходимости обращение в суд. Владимир Ярцев, автор облика «Лады-2110», так прокомментировал этот ответ — «делая доброе дело, успевай увернуться от венка благодарности». Другие участники проекта по созданию «Евро-Нивы» пока никак не отреагировали на жёсткое заявление вазовцев.